МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Еще вчера цветущая особа, сейчас полностью лежачий инвалид. 49-летняя женщина, работая дворником, упала с козырька подъезда, когда счищала с него налить и снег. Результат многочисленной переломы и перспектива провести в недвижимом положении огромное время. Средств на существование, не считая помощи молоденькой дочери, у потерпевшей практически нет. Однако начальство даже слышать не хочет ни о какой денежной компенсации. Как не стать жертвой недобросовестных работодателей? Поговорим об этом в программе «Такая жизнь». По сути, она сейчас не может сделать сама ничего без помощи кого-то. И, конечно, это очень сложно. Это и морально сложно, и физически тяжело. 3 января жизнь пермячки Лолы Сайдахмедовой разделились на до и после. Женщина говорит, что трудилась в одном из ТСЖ микрорайона Гаева одновременно дворником и уборщицей. Правда, без оформления трудового договора. Зарплату, по ее словам, получала в конверте. Пострадавшая утверждает, что помимо уборки придомовых территорий, ей вменили в обязанность очищать козырьки подъездов от снега и наледи. В один из дней женщина, поскользнувшись, рухнула вниз. Запнулась, и вот я лечу, и понимаю, что я не могу схватиться ни за что. И упала на спину, упала, и все, и заорала. Как бешеная, сумасшедшая. Вообще очень-очень сильно кричала. Мне было очень-очень больно. У Лолы оказались раздроблены тазовые кости, повреждены внутренние органы. Женщине провели сложнейшую операцию, установили аппарат Элизарова и привезли домой. Бывшая работница ТСЖ надолго прикована к постели. А еще у пострадавшей нет денег не только на сиделок и медикаменты, но даже на еду. А когда дело дошло до материальной компенсации, в организации заявили, что пострадавшую в глаза не видели. И наотрез отказались возмещать ей ущерб. Мы такую женщину не знаем. Ваша сотрудник, которая полтора года у вас работала, она не заслужила. Нет, она наша сотрудник. Между тем, дочь пострадавшей Лолой Сайдахмедовой Анна, согласно существующим правилам, попыталась передать руководству ТСЖ претензию с требованием компенсировать матери производственную травму. Или это, в общем-то, совершенно банальная юридическая процедура, или визит нашей съемочной группы привели коммунальщиков в ярость. Восседавшие в кабинете представительницы слабого пола буквально выставили нашего оператора за дверь. Позже руководство ТСЖ написали в социальных сетях. Сайдахмедова полезла на козырек сама, по своей собственной инициативе. У нее упал на козырек телефон, и она за ним полезла. У уборщицы никогда не было услуги, чтобы она очистила козырьки подъездов. Конец цитаты. Но тогда остается неясным, что Лола могла делать в подъезде незнакомого дома. А вот то, что женщина действительно трудилась здесь долгое время, подтверждают и бывшие сотрудники ТСЖ, и жильцы. Очень хорошо работала. Каждый день она приходила, убиралась. Ее все знаем, мы очень добрая, вежливая. Делала всю работу, какую ее попросит. Близкие Лолы подали заявление в надзорные органы. Просят разобраться в случившемся и обязать работодателя компенсировать их подчиненной производственную травму. Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку и установила, что между Сайдахметовой и ТСЖ действительно имели место трудовые отношения. Теперь этот факт должен подтвердить или опровергнуть суд. И только потом можно будет поднимать вопрос о материальном ущербе. В настоящее время подвести итог пока невозможно, но, скорее всего, будет принято решение о привлечении к ответственности работодателя за уклонение от оформления трудовых отношений. Похожая история. Про пермика Альберта Габдульна говорят, что он родился даже не просто в рубашке, а в защитном комбинезоне. И с крыльями за плечами добавляют врачи. Электромонтер одной из строящейся высотки упал с 19 этажа, пролетел добрых 50 метров, угодил в сугроб, скатился в котлован, ведущий к фундаменту дома, и отделался переломом ноги. Такое иначе чем чудом не назовешь. Парень рассказывал, что когда падал вниз, мысленно готовился к неминуемой смерти. Я понял, что я падаю. Успел подумать только, что я уже не выживу. Никаких ощущений не было, что я конец туннеля вижу или что-то такое. Выяснилось, рабочий тянул электрический провод, при этом он пятился назад и не заметил края бетонной площадки. Оступившись, он не сразу выпустил кабель из рук. Тот замедлил падение, сыграв роль так называемой тарзанки. Это, по словам следователей, и спасло пареньку жизнь. Эксперты изучили инструкции по охране труда. Вывод – нарушений строительных норм и правил со стороны предприятия не было. Оказывается, место, где трудился электромонтер, не считается особо опасным. Работа у него была непосредственно у края данного технического этажа. Поэтому вот этих средств защиты, страховки, таких как защитные пояса или еще какие-то приспособления, предусмотренные трудовым кодексом или другими нормативными актами, здесь не предусматривалось. В общем, как говорится, сам виноват. К такому же выводу суд пришел и в случае с гибелью Пермика Николая Карепина. Этот 54-летний мужчина проводил монтажные работы на 17-м этаже строящегося здания, потерял равновесие и упал вниз. Следователи изучили обстоятельства инцидента, должностные инструкции, опросили свидетелей, но нарушений в действиях работодателя не нашли. Официальная версия – несчастный случай произошел вследствие грубого нарушения правил техники безопасности самим пострадавшим. Позвонил следователь и сообщил, что произошла трагедия, ваш муж погиб. Близкие погибшего с выводами следователей не согласны. Стройка – источник повышенной опасности, значит, работодатели обязаны строго следить за соблюдением техники безопасности и нести ответственность за подчиненных. По словам семьи рабочего, им так и не удалось добиться компенсации морального вреда в связи со смертью близкого родственника. Каждый год в память о произошедшем вдова и дочка погибшего приносят в сынам здание цветы. Если они не могут проконтролировать своих работников, значит, они находятся не на своем месте, значит, это не их работа. Тут получается, по факту, человек упал – ну, упал. Ну, судьба у него такая. Слово «судьба» здесь вряд ли уместно. Разве для собственного удовольствия многие граждане изо дня в день занимаются тяжелым и опасным физическим трудом, беспрекословно выполняя требования начальства, и порой, чтобы уложиться в график, пренебрегают правилами охраны труда. Ни для кого не секрет, что отношения между некоторыми начальниками и подчиненным складываются по определенной схеме. Или ты работаешь, как тебе скажут, либо не работаешь вообще. Вот я хожу, смотрю, как крыши чистят. Половину людей просто без страховки чистят. Потому что, ну, я понимаю их полностью, потому что им сказали, или так чисти, или не чисти вообще. До свидания. Люди в жена зарабатывают деньги. Вот, соответственно, они идут ради этого на опасные работы. Работают ночью, чистят снег ночью. В общем-то, многие падали. Поэтому простой работник перед начальством никак не защищен. Тем не менее, единственный документ, который дает хоть какие-то социальные гарантии работнику, является трудовой договор и приказ о приеме на определенную должность. При их отсутствии, случись беде, работодатель действительно может преспокойно умыть руки. И не только лишить вас положенной по закону материальной компенсации, но и даже, что называется, позабыть выдать зарплату. Юристы напоминают, работать на свой страх и риск безрассудно, ведь на рынке труда немало обмана. Работодатель, так как он все-таки более грамотный, он нанимает работника, он обманывает, ущемляет работника в социальных гарантиях, начиная от формирования пенсии, заканчивая социальными гарантиями при получении травмы или увечья при выполнении тех или иных работ. Даже если человек имеет официальное трудоустройство, все равно ему необходимо держать ухо востро. Помнить, техника безопасности, какой бы трудовой сфере она ни относилась, написана кровью. Поэтому работать с риском для жизни, проявляя безалаберность или же желая угодить начальству, это значит предавать самого себя. Ведь если что случится, то даже выплаченный в полной мере материальный ущерб не вернет утраченного здоровья. Будьте благоразумны! Вы смотрели программу «Такая жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова